ну что здравствуйте дорогие друзья я кузнецов дмитрий по самым вашим многочисленным просьбам я решил выйти в эфир прямой эфир вот в таком формате и мы сегодня обсудим вот эти вот наши с вами очень больные темы точнее одну очень больную тему и из этой темы разовьем некий диалог с вами потом я буду комментарии читать и смотреть как вы на это среагировали очень много сейчас в интернете интернет просто его распирает вот от этих вот сейчас истории про коды коды рубля коды валюты 810 код 643 код обозначение рубля я как и обещал я подготовился к сегодняшнему к сегодняшней записи естественно дам вам максимально исчерпывающую информацию ту во всяком случае которую я нашел по большому счету не нужно надеяться на какие-то там жизнеутверждающие моменты я просто посмотрел определенные нормативные акты и документы порылся в интернете послушал посмотрел посовещался пообщался с коллегами и вот что я вам сегодня хочу сказать ну во первых давайте друзья начнем ну как говорится с истоков с истоков с указа президента а именно я вот сейчас буду смотреть и вы тоже можете посмотреть а а именно указ президента российской федерации от 0 4 0 8 1997 под номером 822 указ президента 822 элементарно в гугле забиваете смотрите что произошло в этот момент в этот день знаменательный а именно президент согласился с предложением правительства российской федерации центрального банка российской федерации об укреплении российской денежной единицы проведения спину с 1 января 1998 года динаминации рубля и замены обращающихся рублей на новые по соотношению 1000 рублей в деньгах старого образца на 1 рубль в новых деньгах то есть те кто был миллионерами быстренько спустились с небес на землю и даже те кто был миллиардерами вот именно на основании вот этого приказа ну вот этого состояния их не уменьшилось не увеличилось просто ну нули убрали грубо говоря чисто арифметически никаким образом на экономическую часть для большинства населения это никакой роли не сыграло обеспечив параллельное обращение старых и новых денежных знаков в течение тысяча девятьсот девяносто восьмого года но на самом деле говорилось что в тысяча девятьсот девяносто восьмом году это вот стали новые единицы платежные полностью должны войти в оборот а те кто не успеет даже до сих пор если у вас есть старые деньги вы можете вот в отношении этой пропорции один к тысяче поменять то есть вот таким образом ну и правительство дальше 2 2 пункт правительству российской федерации срок до 1 сентября 97 года определить порядок проведения но тут уже формальности вот с чего началось тысяча девятьсот девяносто восьмого года друзья но в этом приказе ничего про коды не про 643 не 810 не указано это скажем так тот самый исток да откуда в ситуацию истории все это и ноги растут зернышко ну а где же скажите вы все-таки указаны где они вот этот регламент провели наши слуги народа где все-таки стали фигурировать эти коды 643 810 давайте разбираться дальше а я напомню кто не до конца разбирается 810 это старый классификатор валюты рубль а шестьсот сорок три это русская новая то есть насколько он новый может быть с тех времен еще но есть так называемый классификатор валют до центрального банка он так и называется общероссийский классификатор валют центрального банка и вот мы с вами открываем общероссийский классификатор валют это консультант плюс это очень легко может каждый из вас сделать и мы посмотрим да вниз пролистываем видим табличку здесь и конечно же находим ну просто вот по 643 ищем 400 тогда дэн 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 вот он наш 643 руб российский рубль есть такой классификатор валют есть такая единица платежная у нас в россии этот официальный документ опубликован в общем доступе для всех граждан российской федерации и является обязательным к применению но этого не написано это как я вы понимаете я сам дополнил но ясность ясно а теперь ищем 810 код и он тоже есть исключено написано 810 исключено изменение 6 дробь 2003 и здесь четко конкретно написано что российский руб 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 российский рубль россия вот такая вот ситуация еще раз повторю официальный документ размещенный очень уважаем на очень уважаемом ресурсе консультант плюс и вы можете элементарно это посмотреть каждый из вас друзья у кого есть интернет кому это вообще нужно итак поехали дальше а я напомню последствия этих изменений 810 на 643 то есть 810 еще раз напоминаю это старый код 643 действующий сегодняшний код так вот один к тысяче тогда поменяли тысячу рублей на 1 рубль такая была пропорция разбираемся дальше ну и давайте вот у многих из вас друзья существуют конечно расчетные счета кто-то там когда-то в банке открывал где угодно у кого-то эти карточки есть есть наверняка на руках документы где есть какой-то расчетный счет даже если у вас сберкнижка вот пенсионерам там людям пожилого возраста обращаюсь так вот берем вот допустим элементарно смотрите открываем не буду сайт этот рекламу а хотя чё но банкиру заходите и наберите там расшифровка номера расчетного счета что означают данные конкретные цифры понимаете банкиры ничего не скрывают то есть у нас сейчас эпоха гласность и вот таким образом это все преподносится а почему именно так есть четкая конкретная идея среди людей занимающихся правом и все любой юрист вам скажут что в нашей стране принцип права носит заявительный характер и сплошь и рядом на нарушения ущемления просто люди молчат власть имущие люди с деньгами понимают что этим можно очень легко пользоваться и не надо ничего скрывать можно выкладывать и как говорится глумиться над основной массой населения и вот пожалуйста банкиру это сайт который в общем то создан для того чтобы люди открыто могли посмотреть что на самом деле как устроено в банковской системе и давайте мы с вами тоже посмотрим из чего состоит ваш счет что за цифры это не хаотический набор случайно подобранных компьютером цифр цифра имеет каждое сочетание цифр имеет под собой определенное значение итак смотрите что тут написано первые три цифры это счет первого порядка банковского баланса по этим цифрам можно узнать кто открыл счет и для каких целей следующие две цифры четвертое и пятое счет второго порядка банковского баланса цифры дает понять специфику деятельности владельца счет и шестая седьмая и восьмая цифры как раз таки валюта в которой хранятся средства на счету и вот вы берете свой счет в котором открывали вклад допустим делали депозит в банке и смотрите в какой валюте принимает банку вас денежки все очень просто но мое мнение я консультировался изучал вопрос в общем то он сходится с мое мнение сходится с многими мнениями специалистов я с банкирами разговаривал даже но настолько насколько мне хватает компетенции есть у меня знакомые банкиры которые знают о моей деятельности и вот подтверждают мои слова что принцип права носит заявительный характер и также и говорят что да евгений тебе работать и работать пока наш народ начнет соображать что с ним делают так вот я сейчас не претендую на истину что называется в последней инстанции это мое мнение оно основано на определенных размышлениях консультациях и так когда банк принимает у вас тысячу рублей в коде 810 у себя он ее отображает эту тысячу в коде 643 естественно умножая на тысячу таким образом ни в коем случае банка ну скажем так каким-то волшебным образом не превращает вашу тысячу на тысячу больше в миллион нет повышение капитализации есть такой термин когда банк должен показывать в отчетах перед тем же центробанком потому что они по лицензии центробанка работают свои называемых активные балансы вот и все то есть чем больше капитализации чем больше оборотных средств у банка тем больше кредитный портфель он может сформировать а мы уже с вами давным-давно и несколько раз обсудили как формируется кредитный портфель и на каких основаниях коммерческие банки кредитуются центру центробанка да чтобы раздавать нам с вами ваши же деньги так вот эти термины мы будем еще не раз обсуждать и вот ну таких вот роликах вот в таком формате персональном и в комментариях после традиционных роликов переговоров с коллекторами но вот такая ситуация повышение капитализации данной бумаги они как бы сами себя дурят то есть центробанке это понимает что так происходит но нужна правильная бухгалтерия как они это конечно у себя там в недрах проводят это все внутри в этой черной банковской пещере это одному богу и вот сотрудникам высшего звена известно нам не это нужно не в этом нужно разобраться а нам нужно разобраться все же что с этим всем делать то есть то что народ как всегда в россии просто опять нагибают и мы начали в этом разбираться это факт давайте скажем предметник этому отнесемся что мы с вами будем делать как себя вести и вот моя позиция давайте разберемся дальше и попробуем расставить все точки над и и наметить план действий ну и на фоне вот этого всего на фоне всего происходящего у меня конечно тоже засыпают вопросами звонят люди пишут во все возможные мои лички и вопросы вот один к одному можно ли списать кредит свой вот таким вот образом можно ли там уже к хане платить потому что там у них тоже 810 код если смысл подавать в суд на банкиров это все вы спрашиваете но я думаю что настало время ответа так не торопясь ко всему этому подготовился и готов вам дать свой ответ то есть мое мнение конечно многие граждане отправляют запросы в банк те кто считают что нельзя сидеть на месте таких людей поддерживаю получают ответы и мне тоже присылают эти ответы я зачитаю один из них они в принципе типовые их шаблонно уже банкиры печатают выглядит вот так вот этот ответ на запрос прислали человеку ответ в котором написано вот следующая цифровой и буквенные коды 810 и рур использовались для российского рубля до 01.01.2004 года то есть использовались при этом соответствии с положением банка россии номер 579 п и положением банка россии номер 486 п символы 810 в качестве признака тоже вот я смотрел многие обращения мне тоже этот термин заинтриговал в качестве признака то есть это раньше был конкретный код его отменили и они сами себе там у себя придумали ну термин признак и теперь сейчас они собираются естественно точнее уже сделали обернуть это все в правовую оболочку и так признак теперь в качестве признака рубля продолжает использоваться для обозначения кода валюты счета понимаете да ну если мы такие законопослушные правильные и работаем для людей для людей для народа как банкиры утверждают ну давайте не будем винегрет дорубить здесь ну и оставьте 643 зачем вот эти признаки не признаки был 810 теперь 643 все окей перешли спокойно работаем по 643 ну это в случае в невероятном если вдруг с банкирами и с нашими законодеятелями что-то вдруг произойдет и они они в одно прекрасное утро очнутся и решат что они как-то неправильно жили надо жить то по другому для людей для народа ну это скорее всего где-то в будущей жизни не в России произойдет давайте дальше читать в данных счетах которые кредитные и некредитные организации открывают своим клиентам валюте российской федерации использование признака рубля 810 в номерах лицевых счетов не нарушает законодательство российской федерации вот просто бах поймали вы карманника и говорите кто тебе разрешил по карманам по чужим шарить он быстренько преображается достает очки приглаживает волосики и говорит моя деятельность не нарушает законы российской федерации просто сказал как отрубил а тогда да тогда конечно иди вон там еще у того с кармана кошелек торчит туда не забудь залезть вот так вот у нас отписки пишут просто вот почему вы нарушаете закон я не нарушаю закон ах ну тогда конечно ну раз ты так сказал а мы что ждем что он напишет да конечно нарушаю извините сейчас все изменим ну конечно же это ждать вот таких вот стечения обстоятельств ждать как минимум глупо ну дальше там стандартные какие-то там фразы не имеющие отношения ну такого глубокого отношения к делу просто набор терминов банковский да любой из вас может в интернете найти очень много моих коллег такие ситуации освещают на своих каналах в обращениях да и просто есть очень много статей на эту тему так вот если вы откроете тот же самый консультант плюсы в поиске элементарно забьете несколько слов таких как допустим смотрите помогу вам чтобы легче было искать вот оно это приложение номер один такс такс приложение номер один банка россии от 27 февраля 2017 года номер вот тот что мы помните в ответе обсуждали номер 579 п элементарно друзья это все разыскивается и вы можете увидеть следующее и вот что мы читаем сразу на первой же страничке я подчеркну дата выпуска этого документа 27 февраля 2017 года то есть они быстренько сориентировались на местности постфактум да то есть ну у них есть власть они могут что то делать в отношении нас с вами и если мы вдруг поняли что это что то не то запутались они а мы начали глубоко распутывать у них есть власть мы их назначили на эти места и они быстренько выпускают бумагу нормативный акт в котором просто берут и оправдывают свои действия и как вот это вот приложение которое выпущено 27 февраля 2017 года под номером 579 п что тут написано смотрите там сразу ниже таблички буквально написано следующее знаки в номере лицевого счета располагается начиная с первого разряда слева нумерация лицевого счета начинается с номера раздела при осуществлении операции по счетам в иностранных клиринговых валютах а также в драгоценных металлах в лицевом счете в разрядах предназначенные для кода валюты указываются соответствующие коды приусмотрены общероссийским классификатором валют а по счетам валюте Российской Федерации используются признаки 810 ну там дальше для расчета защитного ключа и так далее то есть если вы открываете счет в валюте в какой-либо то вам естественно будет 643 счет писать но если вы на территории Российской Федерации нашей могучей и ужасной одновременно открываете рублевый счет то для нас с вами будет применяться не код классификации общероссийский а признак валюты которую вы вносите где такое еще я не знаю где понимаете казалось бы винегрет но все против людей это само собой сейчас не надо расстраиваться я такие вот настроения не приветствую я просто сейчас констатирую ситуацию а потом будет мое мнение по поводу всего происходящего и поэтому давайте вернемся к тем вопросам которые вы мне задаете а можно ли в суде выиграть что-то мое мнение друзья мое мнение как человека практикующего в этой сфере я руководитель компании лям кто не знает до конца ситуацию ссылочка на наш сайт есть в описании ролика вы посмотрите пожалуйста она кстати говоря в правом верхнем углу сейчас подсказочка выйдет ну так уж если на то пошло если вам надо так вот я всегда утверждал друзья мои в нашей жизни в нашей стране нужно не выживать а учиться жить так вот суд для меня для моих клиентов для клиентов компании лям это промежуточный вариант я всегда об этом говорил не нужно меня просить кричать дайте нам решение где вы выиграли зачем ни к чему суды лоббированы той же банковской системы кто такой суд кто такой судья совсем глубоко копать то никто российской федерации как таковой нет но я повторяю нужно не выживать а жить в этой ситуации да нас загоняют в рабство нас дерут три шкуры но с этой ситуацией можно разобраться и потом вспоминать скажем так с сожалением о том что раньше мозги не включили поэтому подавать в суд по поводу вот этого факта вот этих кодов 810 643 бессмысленно ничтожно малые шансы на этом фоне получить решение суда в вашу пользу хотя если у вас что то есть пожалуйста пришлите мне электроночка у меня в описании есть туда отправляйте да и на нашем сайте есть ну лучше в описании личная моя электронная почта куда все переговоры люди сбрасывают если хотят чтобы мы их на канале разместили так вот решение суда как правило в сторону банкиров но главное создать условия когда банк откажется от претензий вот это мы умеем делать мы умеем это делать я не буду сейчас на этом останавливаться очень много уже про это сказано кому нужно на том же сайте как 3wlam.ru можете посмотреть презентация есть как мы работаем для наших клиентов что мы делаем ну ладно это отвлечение от темы так вот подавать в суд на этом основании бессмысленно есть документ нормативный акт который судья совершенно спокойно применит когда в данной конкретной сложившейся ситуации потому что банкиры уже понимают как на телебойные возражения в этом формате реагировать поверьте шансов нет да и не нужны нам шансы в суде ну как вы можете допустим говоря обратиться вот поймали вас на дороге разбойники ну я обычные житейские ситуации пытаюсь вам рассказывать применять а всегда так чем я отличался да мой канал то я стараюсь говорить на простом человеческом языке с вами общаться так вот ну представьте поймали у вас разбойники вот вы в этой банде сидите там в дремучем лесу помощи ждать нет куда и вам говорят что у нас есть свой там суд у нас у разбойников в нашем клане из кого он состоит да с таких же как и мы разбойников но только у них на башке там колпаки специальные одеты они чуть поопрятнее ну и что вы будете в этот суд какие-то доводы оставлять естественно судья будет на стороне бандитов на стороне атамана вот здесь та же самая ситуация да вот такие вот параллели я провожу никогда не стеснялся это делать да меня из-за этого и поддерживают и любят мои подписчики наши клиенты потому что я такой же как и все остальные но что об этом говорить сотый раз понятно дело нас обманывают я не буду выбирать выражение не буду уходить от каких-то там фраз таких за которые якобы меня можно привлечь да я утверждаю мы живем вокруг нас обман но в то же время ситуация не так не такая грустная как может показаться на самом деле и так что я предлагаю ну во первых если вы считаете что ваши права нарушены нужно обязательно об этом заявлять нужно дать понять тому сильному который на вас наседает что лучше от вас отстать и не пытаться с вас получить сделать это можно легко и просто точнее простите не легко и просто это сделать можно при определенной степени настойчивости это само собой можно реализовать и вы можете получить ту самую финансовую свободу о которой я так часто говорю видите ли банкиры банкиры те еще ребята они понимают что народу много народ нерешительный робкий запуганный менталитет русского человека пропитан синдромом жертвы очень маленькая часть людей готова совершить ту самую революцию внутри себя я не призываю конечно же к глобальным свершениям даже внутри страны я против вот этих вот заявлений что давайте все соберемся да не соберемся мы все будет так как есть сейчас не знаю что должно происходить я не пессимист вот я оптимист но я оптимист по отношению к самому себе к своей семье это не эгоизм точнее эгоизм только здоровый эгоизм не тот о котором мы привыкли с детских лет слушать что нужно жить ради общества глупости я считаю нужно жить в первую очередь для себя не излучать в космос негатив не ходить не жаловаться а делать что-то для того чтобы показать пример как это делать и вот это будет та самая польза то есть здоровый эгоизм порождает здоровый нормальный пример я не утверждаю что нужно выдергивать стул из подрядом сидящего человека чтобы самому присесть на этот стул нужно посмотреть по сторонам и найти более комфортный более комфортное кресло для себя либо хотя бы такой же стул ну бог с ним для начала табуретку а вот и уж с этой табуретки ни в коем случае не слезать и смотреть по сторонам изучать ситуацию где же есть в конце концов кресло а может быть даже хороший комфортный диван вот такие знаете что ли в очередной раз параллели я провожу чтобы вам друзья мои было понятно вот смотрите простой пример наших клиентов человек приходит к нам с мыслями что мы ему поможем то есть естественно у 90 процентов наших клиентов которые еще не до конца понимают как устроена работа кредитных юристов компания Ляма мы уже крупнейший юридический оператор на территории Российской Федерации работаем со всеми регионами первый вопрос возникает как дистанционно ну во первых заочный формат судопроизводства его никто не отменял и об этом я сто раз говорил и много раз говорю и первое очень часто что люди спрашивают звоня в наш кол-центр либо обращаясь по электронке это вот именно этот вопрос не буду на нем останавливаться мы работаем дистанционно благодаря тому что в нашем государстве да и в любом другом все гражданские споры можно решать в письменном формате в официальном письменном формате и они решаются вот второе что ждет от нас клиент это чуть ли не то что банкиры прям хоть не лично но письменно извиняться за свои такие вот невменяемые действия как вы поняли из сегодняшнего обзора никаких извинений вы не дождетесь они просто по результатам нашей работы забудут о вас естественно никто вам не напишет что он был неправ это не в правилах банкиров они изначально понимают что они не правы их деятельность именно на это настроена чтобы обмануть как можно количество людей ограбить залезть в карман это само собой разумеющаяся ситуация вот они поэтому никогда не признают потому что перед одним потом придется признавать перед всеми остальными зачем нет все делается так чтобы вы не могли кому-нибудь предъявить официальное доказательство что ну вот вы избавились от долгов и будут они говорить и коллекторы и все остальное и все остальные вот эти вот шестерки банковские и сами банкиры что суды всегда на их стороне и вы действительно если посмотрите судебную практику вы в этом убедитесь они действительно говорят правду в 90 они так и говорят в 99 процентах случаев суды на нашей стороне а что же в одном проценте случаев да просто ничем не заканчивается судебное разбирательство либо их нет вообще а почему такой маленький процент да друзья да потому что в организации подобные обращаются очень мало людей очень мало боятся я же еще раз говорю с молоком матери впитывается синдром жертвы синдром должника и дальше уже после того как мы переходим на натуральное питание после грудного вскармливания мы сплошь и рядом начинаем поедать вот эту вот информационную подпиточку да от телевизоров и всего остального где четко и конкретно рассказывается как мы должны жить даются нам инструкции и не надо удивляться да вот смотрите простой пример человек и закон передача по первому каналу первый канал это икона дьявола это самый ужасный канал на мой взгляд с ним может поспорить там Россия НТВ по поводу зомбирования населения это ну третья власть так назовем ее естественно она подчиняется основным властителям нашим так вот вот человек и закон где показывают ух как разбивают в пух и прах там рассказывают беззаконие показывают смотрите мы показываем какое беззаконие творится чиновников там ловят каких-то бандитов педофилов тех же коллекторов наказывают а теперь давайте глубже вдумаемся в ситуацию все это делается не для того чтобы зашурить нам взгляд типа все что то делается нет все намного тоньше здесь идет чисто психологическое знаете психиатрическое даже давление на нас с вами когда мы понимаем то что это есть вы это понимаете по полочкам не раскидывайте когда вы смотрите человек закон основная мысль которая вам внедряется что с тобой с тобой уважаемые уважаемые там пенсионер пенсионерка или там крестьянин или рабочий или инженер может то же самое произойти аудитория у первого канала огромная и повезло только одному которого показали в этом сюжете а все остальные получат то что должны получить если будут быковать вот так вот если будут спорить со сложившейся ситуацией потом сиди и помалкивай эти сюжеты нам показывают не для того чтобы правда в конце концов восторжествовала а чтобы вы тут вот у себя на подсознательном уровне поняли что никакой правды никогда не восторжествует в отношении именно вас вот кому то там что то там повезло я хочу подчеркнуть очень много заказанных роликов которые просто ну специально снимаются с актерами и так далее а вот в отношении вас ничего хорошего не произойдет потому что если сегодня на кого то коллекторы наехали и их там вроде как поймали то этих коллекторов в каждом городе в сотни раз больше а уж вам то не повезет вас то коллекторы конечно в лепешку раздавят это точно лучше для чего это снимается вот для чего это делается поэтому я предлагаю конечно же телевизор не смотреть а включать мозги смотреть независимые источники да вот ну youtube это независимый источник он цензуре не подлежит вот этот мой ролик но я не знаю что должно произойти чтобы вы удалили навряд ли это произойдет так вот суды лоббированы суды все равно становятся на сторону банка если уж конкретно то лучше не тратить время с точки зрения вот самостоятельной какой то вот такой вот деятельности вот на волне что называется сейчас очень много в интернете появилось ухари которые на этой волне предлагают чуть ли не готовые судебные решения мы сделаем мы все победим нет ребят не надо иллюзии испытывать ничтожно мала вероятность того что вы на основании этих 810 643 кодов вы получите перерасчеты как некоторые думают банк теперь вам должен нет не получится у них там тоже юристы работают и они знают как себя вести еще раз говорю вы попали в банду разбойников где нужно просто попытаться обосноваться но не стать этим разбойником а для себя начать жить на вас то по большому счету внимания то никто и обращать не будет если вы будете жить так как вам нужно я не призываю никого воровать где-то там преступления совершать правовые нормы какие-то нарушать нет не в этом дело как говорят имеющий уши услышит так вот я еще раз утверждаю что если вы решили подавать в суд то нужно это делать нужно расталкивать эту машину знаете расшатывать и собственным примером показывать что вот ситуация в общем-то решаемая в каком смысле решаемая решаемая для конкретно для вас конкретно вот для отдельного человека для отдельной семьи не кричать когда я утверждаю что принцип права носит заявительный характер я ни в коем случае не утверждаю что нужно там по столу кулаком стукать ногами открывать какие-то двери скандалить в каких-то комбинетах бесполезно нет вот мы что делаем возвращаясь в деятельности компания лям мы первым делом обкладываем нашего клиента всем возможным документальным рядом во первых мы даем банку понять нашу конкретную позицию а конкретность в том что мы их не боимся и мы готовы работать договариваться ну грубо говоря если этот термин уместен в данном конкретном диалоге с банком нет мы сначала отправляем письма подкрепляем их определенными статьями где мы утверждаем что наш клиент ни в коем случае ничего не должен давайте-ка вы в первую очередь выполните закон как минимум закон о защите прав потребителей в части статьи 29 предоставьте документы полностью которые мы требуем потому что вы оказываете нам услугу услугу кредитования и мы сейчас молчим что лицензии которую вы получили от центробанка нет ни слова о том что вы можете кредитовать физических лиц но с этим мы будем дальше разбираться да конечно мы вам говорим что мы готовы с вами вести диалог уважаемые банкиры и даже в суде для них это ну все камень преткновения потому что суд это самая страшная страшилка которая не пользуется она наравне с коллекторами у них стоит а нам это не страшно коллекторы как вы понимаете подписчики моего канала это вообще шавка тявка это караван идет да но все таки хорошо суд прошел суд встал на сторону банка даже если мы а мы кстати говоря провоцируем банк подать в суд чтобы уже в этом формате доказать ему что мы не боимся суда хотя если банк не идет в суд то мы сами подаем исковые заявления в суд запросы через суд требуем документы предоставить и все остальное тем самым мы отбиваем аппетит у банка нами заниматься я для чего это все говорю возвращаясь вот к к тому что очень много людей и банкирам есть с кого трясти и я сейчас не успокаиваю вас но хочу сказать что от вас банкиры быстрее отстанут если вы будете вести правильный комплекс мероприятий обратившись к нам либо изучив ситуацию самостоятельно либо к другим юристам только будьте внимательны пожалуйста чтобы не нарваться на каких-нибудь мошенников так вот хорошо суды лоббированы и мы с вами получили все таки решение суда хотя даже на основании решения суда мы получаем определенные бонусы но во всяком случае это уж точно что мы снизим сумму которую обозначил банк в исковом заявлении это раз второе вообще критически важное замечание это зафиксируем сумму долга это два то есть она больше не будет расти она в суде зафиксирована то есть вам не позвонят завтра уже коллекторы или какие-нибудь представители банка и скажут что вот вы вчера должны были пятьсот тысяч сегодня семьсот нет все ну и дальше после этого определенный комплекс мероприятий проводится когда судебному приставу выкладываются документы помогающие ему закрыть производство судебный пристав человек не мотивированный ему плевать на банк ему плевать на вас ему нужно сделать работу и все чтобы ему меньше как можно меньше мозги выносили вот и все и он вас и думать забудет через какое-то время а можно сделать так что и банкиры сами даже не будут исполнительный лист отдавать судебному приставу поняв что с вас нечего взять но отдельная эта история буду о ней рассказывать в очередной раз в других обращениях да можете посмотреть в том же на том же сайте на нашем 3wlm.ru вы послушав наше обращение можете совершенно отчетливо понять что и как мы делаем есть видеообращение где я лично точно таком же формате обращаюсь к будущим нашим клиентам и если вам нужна юридическая защита пожалуйста обращайтесь без проблем как это сделали уже многие тысячи клиентов на данном этапе у нас вот только вот сейчас обслуживается 1400 клиентов это вот в формате живых действующих клиентов за пять лет мы уже их несколько тысяч закончили мы даем кстати говоря пожизненную гарантию если вы полностью все в течение года выполняли ваши условия которые мы вам регламентируем а мы соответственно работаем уже по четкому конкретному стандарту который естественно гарантирует результат ну что друзья я думаю что ответил на многие ваши вопросы извините что если наговорил немного лишнего эмоциональность моя она всегда была при мне я желаю вам счастья здоровья финансового благополучия вам и вашим близким подписывайтесь на наш канал ставьте лайки колокольчик внизу окошко трансляции для того чтобы вы могли своевременно узнавать о выходе наших роликов а мы чуть ли не каждый день выпускаем по несколько роликов очень интересных веселых кто недавно на нашем канале подписывайтесь и вы в этом убедитесь группа вконтакте у нас есть ссылочка на группу тоже в описании ролика есть ну и конечно же если кому-то нужно чтобы ваши переговоры с коллекторами были размещены на нашем канале тоже есть электроночка внизу отправляйте туда свои записи в виде файлов предупредить хочу у нас очередь огромная очередь но очень хорошие ролики драйвовые мы будем выпускать без очереди не надо прислать просто монотонное бурчане нужен драйв ну посмотрите наш канал послушайте ролики вы поймете что интересно для канала с вами был кузнецов дмитрий центр юридической защиты компания лям всего вам доброго друзья счастья и здоровья вам и вашим близким пока до встречи до встречи